Шадринские спасатели переезжают. В октябре прошлого года на берегу Сети в Шадринске началось строительство нового здания для сотрудников ГО и ЧС. До зимы успели заложить фундаменты. В зимний период возвели металлокаркас, обшили и весной закончили отделочные работы коммуникации, газоснабжение, водоснабжение, отопление. Благоустраиваемая набережная Сети требует освобождения территории от старого неприглядного здания. Его скоро уже снесут, потому что в июле месяце после проведенного аукциона на набережной начнутся работы по укреплению склонов и сети. Новая спасательная станция расположилась недалеко от старого места. Ее возвели по другую сторону моста. В настоящее время ведется благоустройство прилегающей территории. Делается удобным выход к реке. Склон будет вымощен дорожными плитами, чтобы было безопасно подъезжать на машине и спускать на воду катер. Остается лишь поставить внешний забор вокруг здания. Всю эту работу сделали 10 специалистов строительного предприятия «Дон». Надо добавить, помещение было спроектировано с учетом пожеланий руководства и сотрудников подразделения, направленных на создание максимального удобства во время оперативных действий спасателей. Внизу здания, как вы видите, имеется бокс на 4 въезда, где будут располагаться различные виды техники спасательного отряда, а именно два автомобиля и прицепы. Все, опять же, с учетом многолетнего опыта работы спасательного отряда, с учетом профессиональной деятельности, все сделано для удобной оперативной работы, комнаты для приема пищи, учебный класс, раздевалка, душевая, складские помещения. Отсутствие горячей воды и тесноту в старом помещении спасатели теперь могут забыть. В новом есть даже хороший спортивный зал, оборудованный инвентарем, чтобы сотрудники могли поддерживать физическую форму прямо на рабочем месте. Здесь, я думаю, что им будет комфортно. Здесь тоже на берегу реки. Здесь вот сейчас делают спуск к реке. Спуск для того, чтобы наблюдать уровень реки, особенно когда у нас какие-то паводки. Весной, когда река скрывается и когда мы наблюдаем паводковые ситуации. Глава города поблагодарила ОГМК «Холдинг», строительное предприятие «Дон» и лично генерального директора ШАЗа Андрея Николаевича Попова запостроено в короткие сроки и подаренное городу здание для спасателей, работу которых переоценить вряд ли возможно.